Исполнение бюджета за первые полугодия 2013 года обсуждали сегодня на заседании правительства. Доля собственных доходов в республиканской казне в этом году возросла на 4,5%. Бюджет исполнен с профицитом, однако некоторые статьи доходов снизились. Подробности далее. В этом году поступление в бюджет станет меньше на 900 миллионов рублей. Эта цифра складывается из-за снижения отчислений на доходы физических лиц, акцизов на нефтепродукты, а также акцизов на пиво. В июне остановил работу завод Сан-НБЕФ. Недобор собственных доходов в текущем году ожидается порядка 993 миллионов рублей. Но этот недобор будет перекрываться налогом на имущество организации. По данным ОФНС России по Чувашской республике перепоступление ожидается порядка 340 миллионов рублей. Бюджет республики в этом году должен обеспечить и повышение заработной платы педагогическим и медицинским работникам. Глава Чуваши поинтересовался, за счет чего будут производиться выплаты и хватит ли средств. Основным источником покрытия являются бюджетные кредиты. Недавно получили бюджетный кредит в порядке рефинансирования 350 миллионов рублей. В текущем году еще предстоит погасить 500 миллионов. Также источником покрытия являются входящие остатки. На 1 января 2013 года предусмотрено поступление порядка 370 миллионов рублей от продажи акций и привлечения кредит в кредитных организации. Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы Светлана Аристова рассказала, что в бюджет республики поступила задолженность от Волжской текстильной компании. В августе мы назначили 5 систематических проверок, в том числе и тракторный завод, где видим большие недоплаты налога дохода физических лиц. Члены правительства заслушали программу развития транспортной системы Чуваши до 2020 года. В программе отражен проект строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург. 130 километров трассы будет проходить по территории Чуваши. Заслушав доклад, Михаил Игнатьев просил Министерство транспорта еще раз прописать в программе источники финансирования. По инвестициям, то, что пойдет и через бюджет, и через государственные коммерческие банки, и через российские железные дороги, не указали. Всего сумма там в федеральном бюджете 874. Указывайте. По сути дела, мы же говорили с вами, 1 километр трассы, но это ориентировочно, предварительно, 1 миллиард рублей. 120 километров по нашей территории, это примерно 120 миллиардов рублей, включая в небюджетные сточки. Но чисто бюджетные составляющие президент Российской Федерации на эту дорогу, сколько выделяется, уже назвал. Кроме того, программа предусматривает внедрение системы ГЛОНАСС, переход транспорта на газомоторное топливо, снижение количества дорог с низким качеством покрытия. Общий объем финансирования программы на 7 лет – 39 миллиардов рублей. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов. Республика. На заседании Кабинета министров глава республики сообщил о двух новых проектах по созданию колл-центров, которые будут реализованы в республике Банком ВТБ-24 и Банком развития. Департамент клиентского обслуживания откроется в столице Чувашии в 2014 году. Чуваксары были выбраны правлением банков из-за недорогой рабочей силы и транспортной доступности. В общей сложности в двух колл-центрах планируется создать почти 2500 рабочих мест, в основном для молодежи.